Беседа шестая о святом апостоле Павле. Желаете ли сегодня, возлюбленные, чтобы мы, оставив великие и дивные дела Павла, представили то, что некоторым кажется заслуживающим некоторого порицания? Мы увидим, что и последний, не меньше первых, делает его славным и великим. Что же в нем заслуживает порицание? Видели некогда, говорят, как он страшился побоев. Действительно видели, когда били его ремнями, и не тогда только, но и в другом месте, у Порфира-продательницы, когда он даже защищался пред теми, которые хотели вывести его, поступая так, он имел не иную какую-нибудь цель, как доставить себе безопасность, и чтобы опять не подвергнуться тому же. Что же скажем мы? То, что ничто не показывает его так великим и дивным, как это сказанное, потому что, имея как будто такую душу, не дерзкую и не отчаянную, и тело столь честительное к ударам и трепещущее побоев, он не менее бестелесных сил презирал все, кажущееся страшным, когда требовало этого время. Итак, когда ты видишь, что пред ударами, предающимися страхами, то припомни те слова, которыми он превзошел небеса и соревновал ангелам. Римлянам 8.35 Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Припомните слова, которыми он выражает ничтожество подобных бедствий. 2 Коринфянам 14.17.18 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит и безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 3 Купи к тому ежедневные скорби, смерти каждый день, и представив это, удивляйся Павлу и сам не предавайся отчаянию. Эта самая видимая слабость природы служит величайшим доказательством его добродетели, когда он оказался таким, не быв чуждым многих нужд, так как чрезмерность опасностей могла многим внушить мнение, и, может быть, расположила бы подозревать, будто он был выше людей, и потому сделался таким, то и попущено было ему страдать, дабы ты знал, что по природе он был один из многих, а по ревности стал не только выше многих, но и одним из ангелов. Такою душою и с таким телом он переносил тысячи смертей и презирал настоящее и будущее, почему и произнес эти великие и для многих невероятные слова. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плотью» – Римлянам 9.3. Возможно, в самом деле, если только мы захотим победить всякую природную немощь с силою хотения, и нет ни одной из заповедей Христовой, которых невозможно было бы исполнить людям, потому что если мы окажем такую ревность, какую можем иметь, то и Бог подаст нам великую помощь, и таким образом мы останемся непобедимы для всех случающихся бедствий. Не страх побоев достоин осуждения, а совершение из-за страха побоев чего-нибудь недостойного благочестия, так что боязнь побоев делает непобедимого в подвигах более достойным удивления, сравнительно с тем, кто не боится их. Через это более просеивает сила хотения, потому что страшиться побоев свойственно природе, а не делать ничего непристойного из боязни побоев свойственно воле, исправляющий этот недостаток природы и преодолевающий немощь ее. Так и скорбеть непредосудительно, но предосудительно от скорби говорить или делать что-либо неугодное Богу. Если бы я сказал, что Павел не был человеком, то ты справедливо мог бы указать мне на недостатки его природы, чтобы этим обличить мою речь. Если же я говорю и утверждаю, что он был человек и ничем не выше нас по природе, но сделался выше по воле, то напрасно ты представляешь мне это, или лучше не напрасно, а в пользу Павла. В самом деле, этим ты показываешь, каков он был, если, имея такую природу, мог совершать то, что выше природы. И не только его превозносишь, но и заграждаешь уста нерадивым, не позволяя им ссылаться на насилие природы, а направляя их к упражнению воли. Но, скажет Павел, страшился некогда смерти. Так. Но и это зависело от природы. И однако тот самый, который боялся, 2 Коринфянам 5.4, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. И еще, мы сами в себе воздыхаем, Римлянам 8.23. Видишь ли, как он противопоставлял природной немощи силу воли. Так и многие мученики, будучи ведомы на смерть, часто бледнели и исполняли страха и трепета. Но по тому, особенно они удивительны, что страшать смерти не избегали смерти ради Иисуса. Так и Павел, боясь смерти, не отказывается даже от Диены из любви к Иисусу. И страшась кончины, желает отрешиться от тела. И не один он был таков, но и Верховный из апостолов, часто говоривший, что он готов отдать душу весьма страшился смерти. Послушай, что об этом говорит ему Христос. «Когда же состаришься, опояшут тебя и поведут, куда не хочешь» Иоанна 21.18, выражая немощь природы неволи. Природа оказывает свое действие над нами, и против нашей воли и преодолеть ее немощи невозможно даже и весьма желающему и старающемуся об этом. Но отсюда мы не получаем никакого вреда, а еще делаемся более удивительными. Что за вина бояться смерти? И не похвально ли, страшась смерти, не делать из страха ничего недостойного свободного человека? Не в том вина, чтобы иметь природу с недостатками, а в том, чтобы раболепствовать этим недостаткам. Так что побеждающий немощью и силою воли велик и достоин удивления. Этим он показывает, какова сила воли, и заграждает уста тем, которые говорят, для чего мы не сотворены добрыми по природе. Какое различие быть таким по природе или по воле? И последнее не лучше ли первого? Во столько лучше, сколько доставляет венцов и светлой славы. Но действие природы твердо, а если ты постараешься иметь мужественную волю, то последнее будет тверже первой. Разве ты не видишь в телах мучеников, рассекаемых мечами, как природа уступала железу, а воля не уступала ему и не посрамлялась? Не видишь ли, скажи мне в Аврааме, как воля победила природу, когда ему повелено было принесть жертву сына, и как первое явилось могущественнее последней? Не видишь ли, как то же самое случилось с тремя отроками? Не слышишь ли и мирскую пословицу, которая говорит, что воля от привычки делается второю природой? А я сказал бы, что и первую, как видно из вышесказанного. Видишь ли, можно иметь и свойственную природе крепкость, если воля будет мужественна и бодра. И что больше заслуживает похвалы тот, кто избрал и захотел быть, а не по принуждению стал добрым? Это добро по преимуществу. Посему, когда Павел говорит, усмиряю тело мое и порабощаю, 1 Коринфянам 9, 27, тогда особенно и восхваляя его, видя, что он не без труда исполнял добродетели, и потому легкость этого дела у него не может служить предлогом кленности для живущих после него. И когда еще он говорит, для меня мир распят, в Галатам 6, 14, то я увенчиваю его волю. Возможно подлинно, возможно ревности воли соперничать с силой природы. Если мы представим Павла, этот самый столб добродетели, то найдем, что добру, приобретенному им по воле, он старался сообщить крепость природы. Так он чувствовал боль, когда подвергался ударам, но презирал их не менее бесплотных сил, не чувствующих боли, так что от него можно было слышать слова, которые заставляют думать, что он был даже не нашей природы. Именно когда он говорит, для меня мир распят, и я для мира, Галатам 6, 14. И еще, теперь живу не я, но живет во мне Христос, Галатам 2, 20. То, что иное можно сказать, что иное можно сказать, как не то, что он отрешился от самого тела. Что же значит слова его? Дано мне жало вплоть, ангел сатанин, 2 Коринфянам 12, 7. Это не что иное, как указание на то, что такое страдание ограничивалось телом его. Не потому, будто оно простиралось, не простиралось внутрь, а потому, что силою воли Павел отклонял и прогонял его. А что значит, когда он говорит много другого, более удивительного, когда радуется среди бичеваний и хвалится узами? Что же иное мог бы этим сказать, как не то, о чем я сказал? То есть, что слова «я усмиряю тело мое и порабощаюсь», и боюсь, дабы другим проповедуя, самому не быть недостойным, 1 Коринфянам 9, 27, показывать немощь природы, а предыдущие, приведенные мною, превосходство воли. То и другое сказано для того, чтобы ты за величие не приписал ему другой природы, и сам не стал отчаиваться, а за уничижение не укорял святой души, но чтобы и через это, так же, бротив отчаяния, предался лучшим надеждам. Потому-то он указывает и на благодать Божию с преизбытком. Или лучше, не с преизбытком, но с благою мыслью, чтобы ты ничего не считал принадлежащим себе, а о своей ревности говорить для того, чтобы ты, возложив все на Бога, не предался сну и нерадению. У Павла ты найдешь всему меры и правила, тщательно определенные. Но, скажет он, порицал некогда медника Александра, что же, это были слова не гнева, но скорби об истине. Он скорбел не о себе, а о том, что медник противился проповеди. Ибо он сильно противился говорить не мне, а словам нашим. 2 Тимофея 4, 15. Так что это порицание не только показывало любовь его к истине, но и служило утешением для медников, так как все могли соблазняться, если бы противниками истины ничего не терпели, то он и говорит это. А некогда он молил Бога против некоторых других. Говорю, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. 2 Фессалоникийцам 1, 6. Мол, не желал наказания им, да не будет, а старался утешить оскорбляемых, потому и прибавил их тем, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами явление Господа Иисуса с неба, ангелами силы Его. Когда он сам терпел что-нибудь неприятное, то послушай, как любомудрствовал и воздавал противникам. Укоряемых, говорит, благословляем, гонимы, терпим, хулимы, молим. 1 Коринфянам 4, 12-13. Если же сказанное или сделанное им за других ты припишешь гневу, то можешь сказать, что он по гневу ослепил и укорил и Елиму, что также и Петр по гневу поразил смертью, Ананию и Сапфиру, но никто не будет так неразумен и бессмыслен, чтобы сказать это. Мы находим и многое другое в словах и действиях Павла, что кажется тяжелым, но это в особенности и показывает кротость его. Так, когда он предает сатане коринфского блудника, то делает это из великой любви и доброго расположения, как видно из второго послания, когда он угрожает иудеям и говорит. «Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца» 1 Фис. 2.16. «То делают это не потому, будто был исполнен гнева, ты ведь слышишь, как он непрестанно молится за них, но потому, что желал устрашить их и сделать благоразумнейшими. Но скажет он, оскорбил первосвященника, сказав, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня» Деяние 23.3. «Мы знаем, что некоторые в оправдании этого говорят, что эти слова были пророчеством. Я не осуждаю говорящих это, потому что действительно это исполнилось, и так умер первосвященник. Если же какой-нибудь упорнейший противник станет противоречить и разбирать дело излишнюю точностью возразит, если это было пророчество, то для чего Павел извинялся, говоря, не знал, что ты архиерей», стих 5, «то мы скажем для того, чтобы других вразумить и научить обращаться с начальниками почтительно, как поступал и Христос». Он, высказав о книжниках и фарисеях много такого, что говорилось и не говорилось о них, замечает, «На Моисеевом седалище воссели книжники и фарисеи, все, что велят вам соблюдать, соблюдайте», Матфея 23, 24, «так точно и Павел здесь сохранил и достоинство первосвященника и вместе предсказал будущее. Если же он отверг Иоанна, деяние 15, 38, то это сделал достойно своего попечения о проповеди. Кто принял такое служение, тот не должен быть ни медленным, ни беспечным, а мужественным и твердым. Не должен и касаться этого прекрасного дела, если он не намерен тысячекрасно подвергать свою жизнь смерти и опасностям, как и Сам, говорит Христос, «Если кто хочет идти за Мною, тот отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной» Матфея 16, 24, «А кто не имеет такого расположения, тот губит и многих других, и гораздо полезнее было бы ему оставаться в покое с самим собою, нежели выставляться на вид и принимать бремя превосходящие его силы, иначе он погубит и себя, и зверенных ему. Как в самом деле не безрассудно, если в то время, как никто, не зная искусства кормчего и борьбы с волнами, не решается сесть при руле, хотя бы тысячи принуждали его, идущему на проповедь, приниматься за это дело без подготовки и как случиться, и неосмотрительно брать на себя дело, угрожающее тысячею смертей. Подлинно, ни кормчему, ни борцу со зверями, ни решающемуся на единоборство, ни кому-нибудь другому, не нужно иметь души, столь готовой на смерть и стязание, сколько тому, кто принимает на себя дело проповеди. Здесь и опасности больше, и противники свирепея, и такого рода смерть, и цель поставлена немаловажная, небо назначено в награду, невенно в наказание грешникам, и погибель души, и спасение. Такая готовность необходима не только для принимающего на себя дело проповеди, но и для всякого верующего, потому что всем заповедуется взять крест и следовать Христу, если же всем, то гораздо более учителям и пастырям, из которых был тогда и Иоанн, называемый Марком. Поэтому он справедливо был отвергнут, так как поставив себя впереди войска, он стоял весьма немужественно, потому Павел и отверг его, чтобы его нетвердость не остановила его собственного сильного стремления. Если же Лука говорит, что между ними произошла распри, веянии 15.39, то не ставь им этого в укоризм. Не сердиться есть зло, а сердиться неразумно и без всякой причины. Ярость неправедная, говорит премудрость, не оставляет ненаказанной. В тирах 1.22 Не просто ярость, но неправедная. И Христос говорит, гневающийся на брата своего напрасно. Матфея 5.22, а не просто гневающийся. И пророк говорит, гневайтесь и не согрешайте. Псалом 4.5. Если бы не следовало обнаруживать этого душевного движения, даже по требованию обстоятельств, то напрасно и без цели оно было бы прирождено нам. Но ведь не напрасно. Творец внедрил его в нас для исправления грешников, возбуждения ленивой и беспечной души, для пробуждения спящего и предавшегося расслаблению. Как острота в железном оружии, так сила гнева внедрена в нашей душе, чтобы мы пользовались им надлежащим образом. Поэтому и Павел часто пользовался им, и во гневе своем был вожделение говорящих кроткость, делая все в надлежащее время для пользы проповеди. Ведь кротость не вообще хороша, но тогда, когда этого требует время, а без этого и она бывает слабостью. И гнев дерзостью. Все это говорил я не в оправдании Павла, он не нуждается в нашей речи, так как ему похвала не от людей, но от Бога. Римлянам 2, 29. Но чтобы научить слушателей пользоваться всем по-надлежащему, как я сказал выше, таким образом, мы будем в состоянии отсюда извлекать пользу, и с большим богатством достигнуть безмятежной пристани и удостоиться нетленных венцов, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пристно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok